Хей, я Муни. В детстве я очень часто ломалась. Мама, что со мной? Дорогой, это пиздец. Звони 03. Поэтому, девочки, я знатно натерпелась, пролежав в этой вашей больнице. Как я туда попала, спросите вы? А я не помню. Ладно, шучу. Просто у меня склероз 10 лет. Попала я туда из-за воспаления червеобразного отростка прямой кишки. Ну, или проще говоря, русским языком, аппендицит. В первый день я, грубо говоря, нажаралась разных вкусняшек. О, как же хорошо. Потом в животике что-то ёкнуло. Так ёкнуло, что я чуть ноги не откинула. Меня в срочном порядке положили на операционный стол и прооперировали. Что было дальше, я уже услышала из уст девочки, с которой лежала в палате. Вы когда-нибудь видели, как люди отходят от наркоза? Блять, мам, хуёво мне? Так вот, я это прочувствовала на собственной шкуре. А почему у меня 17 пальцев? Нормально всё? После операции мне надо было лежать ещё около недели в этом скучном и жутком месте. Но благо, со мной в палате лежали ещё две девочки. Правда, они немножко раздражали, так как одна была плаксой и вечно купала в своих слезах, а вторая была обжорой и постоянно воровала мои печеньки с десерта. Кулик, не воруй! С этими девчонками нам приходилось выживать. Мы были словно на поле битвы. Медсёстры вечно нас ругали за шум в нашей палате. Поварихи морили голодом и давали кашу, которую ещё нужно было отклеить от тарелки. А горничные напрочь отказывались убираться в нашей комнате. Один раз мы хотели объявить голодовку, но Настюха, это та, которая обжора, отказалась от этой идеи. А плакса Катя поддержала её. Тогда я решила устроить голодовку в одиночку. Но продержалась всего два часа, ведь от курочки отказаться не могла. В соседней палате лежал один мальчишка, у которого точно были беды с башкой. У него была привычка ночью сильно стучать в стену. И один раз мы решили проучить этого тятла. Ночью мы тайно пробрались в его палату и накрасили его так, что его родная мама не узнает. Наутро он был похож на Анжелину Джоли в её лучшие годы. Самое смешное, что он не сразу заметил, в кого мы его превратили. И пошёл с накрашенным лицом на завтрак. Но дойти у него не получилось. Он увидел себя в отражении большого зеркала, стоящего в коридоре. Его реакция была незамедлительной. Он сразу расплакался, а после пожаловался, указав на нас. Самое обидное, что этому плакси поверили, хотя мы были не единственными девочками в больнице. В последний день моего нахождения на больничной койке, я разрывалась от безделья. Девочек, с которыми я лежала, уже давно выписали. И в палате я стала совершенно одна. От скуки я решила оставить свой след. И на тумбочке написала что-то типа «Здесь была Муни». Чтоб все знали, кто тут звезда. Вот и вся история о том, как я попала в больницу и что я там делала. А если вы хотите историю о том, как я учусь на врача, то поставьте огромное количество пальцев вверх. Такой, как ты, я бы никогда не доверил своё здоровье. Что ты сказал? Пишите в комментариях хэштег «Больничка» и рассказывайте свои истории из больницы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте про колокольчик, ведь новое видео не за горами. На этом всё, мои зайчики. Люблю вас. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!